В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнур Жакен. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Представители партии АОЛ заявили о своей готовности активно участвовать в решении вопросов агропромышленной отрасли. В Симиртау два мальчика упали в колодец. В книгу рекордов Гиннеса хочет попасть Страус Эму. В этом году пернатой долгожительнице карагандинского зоопарка исполнится 30 лет. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привлечение дополнительных доходов в бюджет, профилактика туберкулеза и принимаемые меры по сдерживанию цен на товары и услуги. Именно последний пункт собрания вызвал у главы региона жесткую критику. Ритуальные услуги на 15% выросли. С чего? Тоже спрос поднялся, что ли? Нурмухамбет Абдебеков остался недоволен красивыми отчетами руководителей. С его слов, реальная картина на прилавках совсем не схожа с цифрами, о которых ему докладывают. Например, цены на топарские огурцы. Жители прислали Абдебекову фотографию с прилавка одного из супермаркетов. Огурцы на снимке стоят около полутора тысяч тенге. Проанализируйте, приведите чувства людей, кто оказывает эти нужные, важные услуги. Но когда у людей так горе, они еще начинают на этом копейку сшибать, так не пойдет. Руководители управления оправдывались, топарские огурцы еще не созрели. Они появятся на прилавках в конце февраля. А местные торговцы вводят народ в заблуждение, преподносят привозные овощи за местные и ставят за облачные цены. А скачок цен на лекарства создан фармацевтическими компаниями. Ажиотаж, связанный с разгаром сезона ОРВИ и гриппа, сыграл им на руку. И они решили подзаработать на этом. Такие реплики вызвали еще более резкую критику Акима области. Нурмухаммед Абдебеков поручил своим заместителям и руководителям управления лично пройтись по торговым точкам, аптекам и привести в чувство наглеющих предпринимателей. Цены на продовольственные товары выросли на 2,3%. Уровень инфляции оказал влияние на рост цен овощей и фруктов. Из социально значимых товаров подорожали лук, репчатый, свекла, морковь, капуста белокочанная и картофель. Значительный рост цен зафиксирован на помидоры 22,6%. Огурцы на 27,6%. Перец сладким на 12,8%. Чеснок на 10%. Виноград на 8%. Яблок на 6,7%. Яйца подорожали на 5,8%. Сахар и кондитерские изделия на 2,4%. Алкогольная и табачная продукция на 2,1%. Хлебобулочные изделия на 2%. В группе непродовольственных товаров подорожали фармацевтические изделия на 4,9%. А вот цена на бензин, наоборот, подешевела. Аймамрина Улжас Габасов, Арман Нартаев, 1-й, Карагандинский. В Тимиртау два мальчика упали в колодец. Пятилетнего малыша успели вытащить. А семилетнего ребенка сразу унесло течение. Несчастный случай произошел вечером 6 февраля. Со слов местных жителей стало известно, что дети вместе со своим родственником находились в районе завода управления возле канала. Они вместе мыли машину. Дети провалились в припорошенный снегом колодец. Как сообщили врачи скорой помощи, вызов на пульт к ним поступил 6 февраля после 7 вечера. На место происшествия прибыли службы экстренного реагирования. Приехала Ким Тимиртау, Галым Ашимов, полицейский и директор предприятия ОКЖИТПЕС Юрий Кусиди. По данным служб ЧС, тело ребенка обнаружили в двух километрах от третьей водоочистительной насосной станции Тимиртау спустя пять часов. По данному факту, на сегодняшний день материал зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования. По статье 254 Уголовного кодекса Республики Казахстан проводится расследование. Утром на место происшествия приехали представители администрации ООО «Арселор Митл Тимиртау» и руководитель цеха водоснабжения. Сотрудник завода управления, одевшись в специальное снаряжение, тщательно обследовал колодец. Сам коллектор принадлежит металлургическому комбинату. Он не был закрыт. Сейчас его накрыли деревянной крышкой. Специалисты цеха водоснабжения также отмечают, что на этой территории находиться было нельзя. Смотрела информация, что в районе водосвязанного канала ООО «Арселор Митл Тимиртау», это вблизи центральной проходной, гражданин Таймерзаев мыл машину. С ним был несовершеннолетний ребенок Альдар Кулов Азамат Афенович, 2008 года рождения. Со слов родственников, он, подскользнувшись, упал в колодец, который там рядом находился. Колодец соединялся к коллекторам с водозвросным каналом чинической воды. В Тимиртау это уже не первый случай. Напомним, в мае 2012 года в центре города двухлетний Егор Хмель упал в колодец. Тело ребенка нашли только через двое суток. Тимиртаусы бьют тревогу и просят властей принять меры и прекратить беспредел с открытыми колодцами. Лариса Хусынова, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. Чрезвычайное происшествие на юбилейном мосту. На путепроводе по улице Гоголя автомобиль слетел с моста. 50-летний водитель ехал по направлению к улице Складской. По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение. Водитель автомобиля наехал на сугроб возле бордюра, после чего машину закрутила и вынесла на встречную полосу. Пытаясь уйти от столкновения, водитель постарался вернуться на свою полосу. Однако машина на скорости снесла забор и вылетела с моста. Не преградил путь и 20-сантиметровый бордюр. Куча снега стала своеобразным трамплином. В отношении водителя составлен административный протокол. Водитель автомашины «Линкольн-Авиатор» 1965 года рождения, следуя направлению на улице Складская, не справился с рулевым управлением, совершил наезд на металлическое ограждение моста, после чего машину опрокидывали кувить в сторону улицы Новоселова. Данным ДТП жертв пострадавших нет. Также массовое ДТП произошло на трассе Караганда-Астана. В связи с погодными условиями столкнулись около 10 машин. Будьте осторожны, не выезжайте на трассу. Лариса Хусынова, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal. Galvin, Херкюль. Galvin. Оконные системы А-класса. Долговечность. 60 лет. Galvin. Морозостойкий. Надежный. Прочный. Для тех, кто ценит качество. К другим новостям. По инициативе Народно-демократической патриотической партии АУЛ прошел Республиканский форум о перспективах отечественного мясомолочного рынка. Участники форума отметили, что в последние годы государством предпринят ряд мер по поддержке агропромышленного комплекса. Подробно в следующем материале. Калижу Мадилов начинал с малого. Посеял зерно, тогда еще у него был только один трактор. Однако труд оправдал все надежды. Уже 10 лет как крестьянское хозяйство развивается стабильно. Увеличилась посевная площадь, приобретена дополнительная техника. Я за эти 10 лет сталкивался со многими проблемами. Чтобы протянуть один километр электричества, базы ушло несколько лет. Сейчас молоко дешево продаем. Затраты не оправдываются. Хотелось бы, чтобы в будущем именно продовольственная структура сформировалась. С 2013 года реализуется программа «Агробизнес-2020», где выделяются значительные средства на поддержку сельской экономики. Меняются механизмы поддержки аграриев. Проводится субсидирование ставки вознаграждения по кредитам и лизингу оборудования. Техники животных. Приняты ряд важных законов для отрасли. Необходимо решить проблемы эффективного землепользования. По итогам инвентаризации выявлено 7 миллионов гектаров неиспользованных земель. Чтобы возрождать село, партия «Аул» – это партия сельскохозяйственных тружеников. Это занимающиеся животрепещущими вопросами сельских тружеников, непосредственно положением, интересующим состоянием и улучшением непосредственно конкретных сельхозтоваропроизводителей. И сегодня вот эти вопросы мы обсуждаем на данном форуме. Казахстан обладает уникальными возможностями по стопроцентному самообеспечению мясом и молоком. Наша страна ежегодно может экспортировать говядину только в Россию и Китай на сумму около 5 миллиардов долларов. Это значительно выше выручки от экспорта зерна. Представители партии «Аул» заявили о своей готовности активно участвовать в решении проблемных вопросов в отрасли. Для этого необходимо объединение усилий, агроформирование, госорганов и общественных организаций. Гульза Ацахова, Жуслама Клубеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В связи с предстоящими выборами в нашу редакцию продолжают поступать отклики карагандинцев. Карагандинцы едины во мнении. Выборы – это новый этап становления страны. Этот шаг поможет политической стабильности и экономическому благополучию. Вот и сегодня мы решили узнать мнение председателя карагандинского филиала Казахстанского профсоюза работников здравоохранения Александры Мадиаровой. Внутреннее состояние нашего самого государства должно опираться на наши реальные законы, которые принимают депутаты. В первую очередь это Нижняя Баллата, это Мажелис. И, конечно, нам не безразлично, кто туда пойдет, депутат Мажелиса, на который мы будем смотреть и видеть, чтобы в целом Казахстан, и в целом для людей нашего, проживающих в Казахстане, казахстанцев, законы были, чтобы реальными, чтобы они не имели обратную силу. Вот мое мнение как профсоюзного лидера, я считаю, что обязательно должен быть рабочий человек там. Но там ни одного рабочего человека я не увидела. В Карагандинской области создан штаб наблюдателей. Ведется активная работа по подготовке кадров, проводятся семинары и тренинги. Главная задача наблюдателей – предупредить и не допустить нарушений во время выборов. Задача наблюдателей – комплексно обеспечить системную работу по контролю за выборами. Основные задачи таковы – вести мониторинг выборов на всех этапах, тем самым содействовать прозрачности и открытости процесса. Прежде всего, соблюдение законности. В день голосования на каждом избирательном участке будет работать максимально подготовленный представитель нашей комиссии. Наша первостепенная и архиважная задача – предупредить и не допускать нарушений. Для этого мы будем встречаться с представителями избирательной комиссии, предвыборных штабов, политических партий. Будем налаживать конструктивное взаимодействие со всеми субъектами электорального процесса. В Карагандинской области из-за недосмотра умер один ребенок. В Жасказгане семиметичная девочка задохнулась под одеялом. Малышка скончалась дома в воскресенье утром 7 февраля. По предварительной версии, ребенок запутался в одеяле и задохнулся. В полиции сообщили, что по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение обязанности по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей». В настоящий момент проводится расследование. По данному факту, на сегодняшний день материал зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования. По статье 141, часть 2-го уголовного кодекса Республики Казахстан проводится расследование. Ряды полиции Карагандинской области пополнили 72 офицера. Сегодня выпускников назначили на должности в подразделении Департамента внутренних дел. Напутственные слова сказали начальник и заместитель начальника ДВД Карагандинской области Миргин Байжапаров и Орда Кантыпаев. 70 выпускников Карагандинской академии МВД Республики Казахстан имени Баримбека Бейсенова и два выпускника Кустанайской академии МВД Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева. У каждого молодого офицера будет свой наставник, который будет учить тонкостям профессии. Уважаемые коллеги, выпускники, уже можно сказать коллеги, наш президент во главу угла политики ставит наведение порядка в стране и укрепление законностей. Своих выступлений он неоднократно подчеркнул, что только тогда, когда будет обеспечено верховенство закона во всех сферах жизнедеятельности государства и будет непосредственно соблюдать права человека, только тогда существенно повисится доверие граждан к власти, в том числе органам муниципального дела. Сотрудники полиции вносят огромный вклад в охрану порядка и обеспечение безопасности граждан. Стоит отметить, что в этом году 32 будущих выпускника пополнят ряды следователей и криминалистов, 24 станут оперуполномоченными и 16 молодых людей будут работать по административно-правовой специализации. Из 72 курсантов следить за общественным порядком будут 16 представительниц прекрасного пола. На сегодняшний день немало молодых людей, желающих связать свою жизнь с органами внутренних дел. В Караганде прошло селекторное совещание, где обсуждались требования системы антитеррористической защиты для организации объектов, уязвимых в этом отношении. В настоящее время с системами видеонаблюдения укомплектованы 97% объектов здравоохранения. Обязательным требованием по системе антитеррористической защиты объектов здравоохранения области в первую очередь является наличие видеонаблюдения. Должна просматриваться территория по периметру, входы, места массового скопления людей. Системы должны быть сертифицированы. Срок хранения информации в системе видеонаблюдения должен составлять не менее 30 суток. Согласно постановлению 191-го, 3 апреля 2015 года, наши объекты здравоохранения относятся к первой категории. Соответственно, должны быть укомплектованы системы видеонаблюдения. В настоящее время у нас 97% организаций уже укомплектованы системой. Также проводится установка инженерно-технических средств защиты, шлагбаумы, ограждения. Во многих организациях заключаются договоры с частными охранными фирмами на физическую и техническую охрану. В ближайшие полугодия будет проведена проверка о соответствии требованиям по укомплектованности объектов на наличие паспортов антитеррористической защищенности. Гульза Ацахова, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В книгу рекордов Гиннеса хочет попасть Страус Эму. В этом году пернатой долгожительнице Карагандинского зоопарка исполнится 30 лет. Как живет птица и в чем ее особенности, расскажет Екатерина Афанасьева. Страус Эму по имени Лада проживает в городском зоопарке с 1986 года. Продолжительность жизни таких птиц составляет от 10 до 20 лет. Лада отличилась от своих сородичей. В этом году большой птице исполнится 30 лет. А чувствует она себя по-прежнему прекрасно. Администрация зоопарка всерьез подумывает о том, чтобы подать заявку в книгу рекордов Гиннеса. Лада может стать самой долгоживущей особью в мире среди своего вида. Несколько лет мы уже являемся членами Евразиатской ассоциации зоопарков и аквариумов. И вот все документы, старый паспорт наш Лады, родилась она в Ростове-на-Дону в зоопарке. Будем собирать, отсылать на комиссию, ну и в общем-то будем доказывать, что у нас в зоопарке живет одна из самых взрослых птиц этой породы. Некоторое время птицу ошибочно считали самцом, но впоследствии поняли по поведению, что это самка. Самцы издают кукарекающие звуки, а Лада девушка громкая, издает звуки, похожие на барабанный бой. На аппетит Лада не жалуется, очень любит фрукты и зеленый салат. В день съедает около килограмма фруктов. День рождения пернатой красавицы в зоопарке планируют отмечать летом. Это будет веселый праздник для людей всех возрастов. Екатерина Афанасьева, Исламбекаспан, Арман Артаев, Первый Карагандинский. В завершении выпуска еще об одном. Отчетная встреча Акима области Нурмухамбета Абдебекова с населением состоится 19 февраля в 11.00 в здании Дворца культуры Горняков. Жители региона смогут задать вопросы лично или оставить свои предложения, замечания и отклики в специальных урнах по адресам. Алиханова, 13, в здании областного Акимата. Бухажирал, 39, главпочта. Бухажирал, 53, в здании ЦУМа. В Майкудуке по улице Архитектурная, 13, это Акимат Октябрьского района, а также на официальном интернет-ресурсе караганда-регион.gov.kz блока Кима области. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok